Всем привет! С вами снова я, Ольга Романова, или Ромашка, или мой канал, и мой канал. И мой канал, училка физкультуры в Эмиратах. И сегодняшняя тема, ржаки с училкой. Я вам буду рассказывать ржаки, которые произошли и до сих пор происходят у меня на работе. А вы будете говорить, смешно, не смешно. Ставить лайк, подписываться, добавлять комменты. Может у вас на работе какие-то ржаки происходят. Поделитесь, пожалуйста. Потому что я уж так редко выхожу из онлайна в оффлайн, что ржаки мне бы не помешали. Погнали! Не, ну вот серьезно сейчас, так редко веселюсь. Вся работа в компьютере. Для меня, как для активного человека, это очень, честно, фигово и непривычно. Так вот, ржаки. Ржака номер один, которая произошла со мной года два назад. Просто самая такая довольная ржака, я после нее долго смеялась. Вот, начинаю. Поставили меня на замену. Иногда бывает, что учитель не приходит, и обычно учителей физкультуры, музыки, искусства бросают на замены. Кто-то не пришел, допустим, учитель по математике. Раз мне быстро позвонили, на первом уроке поставили в известность, что у меня будет еще пятый урок, на котором я хотела попить кофе, посидеть, расслабиться, посмотреть что-то на ютюбе. Нет, нифига. Свистуй на замену. Ну, смотрю, замена у меня с первым классом. Сразу скажу, что первый-второй класс для меня тяжеловато, потому что детки очень активные, они еще не очень хорошо знают английский, или я им что-то могу нехорошо объяснить. В общем, после моего столкновения с этими классами, первый-второй, на моем первом году работы здесь, я поняла, что это очень тяжелый класс для меня. Вот с третьего по двенадцатый не вопрос. Ну, первый-второй, ну, очень тяжело, честно. Просто вот выводишь их на площадку, они взяли, разбежались, 30 человек. Вот как их соберешь? Арабского, я не знаю. Не, ну, сейчас уже могу сказать что-то. Ну, бегать собирать 30 человек на площадке где-то длиной в половину футбольного поля. Я вам скажу, наверное, security, который смотрит в камеру, у него, наверное, такие же ржаки, как и у меня, которые произошли на этом уроке. Ну, думаю, ладно, приду на замену, напугаю, скажу, чтоб слушались. Ну, тогда уже выйдем, пойдем, пойдем на улицу гулять, какие-то упражнения поделаем, поиграем, футбол, баскетбол, может, дам свободное время, так, чтобы они не поубивались, конечно. Ну, так вот, захожу я в первый класс, открываю дверь, делаю грозное лицо, вот такое примерно, минуту стою так. Дети поняли, что пришла замена, они меня еще не знают, какая-то белая обезьяна стоит, непонятно, то ли бой, то ли гел, какой-то короткой прической, ну, дети так призадумались, сели. Нет, я вам говорю, что я пришла на замену, сейчас все зависит от вашего поведения. Мы можем выйти на улицу, играть, наслаждаться уроком физкультуры, делать все очень хорошо и правильно для вас. А можем сделать неправильно, мы можем сесть и писать про урок физкультуры, все 45 минут. Вы этого хотите? Нет. Тогда вот что вы должны делать. Вы должны делать то, что я делаю, точь-в-точь, ни шагу назад, ни шаг влево, ни шаг вправо, особенно, когда мы выходим, идем по коридору, упаси Боже, мы проходим мимо кабинета директора, принципа, джуниор-билдинг, упаси Боже, вам разбежаться куда-то, убежать, начать кричать. Мы сразу же вернемся в класс и начнем писать, а за это я вам еще оценки дам. Ну, это, конечно, соврало уже так. Вот. Договорились с детьми делать то, что буду делать я. Ну, они действительно так сидят, кивают, поняли, обрадовались, что пришла замена, училка физкультуры ж. Не просто так тебе придут сейчас в математику или литературу. Физкультура, это же их любимый предмет. Ну, все, построились в шеренгочке, шеренгочка девочек, шеренгочка мальчиков. Вот. И дружным строем мы пошли по направлению к нашему игровому полю. Идем, 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 дети все повторяют за мной, там все нормально, я иду, они идут. Тут у меня развязался шнурок. Сюда такая, думаю, ну, сейчас, епта, завяжу шнурок. Присела, быстро завязала, поднимаю голову, поворачиваю, и тут ржака. Все дети, весь класс сели и развязали себе шнурки. Все. А вопрос в том, что они даже и в классе в пятом не могут их нормально завязывать. По-моему, здесь очень популярна обувь без шнурков, как раз из-за этого. Детки все развязали шнурки, сидят, смотрят на меня большими глазами, а завязать не могут. Поэтому я еще минут десять убила, завязывая каждому шнурочек. Ну, надо дать детям должное, они вели себя очень хорошо. Потом мы, когда пришли на улицу, уже вышли, сделали разминочку, в фитнес, поигрались, дали им мячики. В общем, дети меня не подвели. Но это была ржака. Вот такие вот дела у меня иногда происходят, действительно смешные. Я люблю мою работу, я реально люблю тренировать детей, студентов, людей любого возраста. Наверное, мне где-то повезло. В общем, ставьте лайк, пишите коммент, как вам была ржака, продолжат ли мне еще такой формат. Спасибо за просмотр. Всех обняла. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok